Осознавая и принимая свое собственное одиночество, когда он понимает, что вот он смотрит вокруг, и никто ему не поможет, он понимает, в какой-то момент он начинает понимать, что новое время, новую родину он может сотворить только сам, как не дико это звучит, она может твориться только через него. Но бывает вот это вот случай, когда вдруг человек понимает, что он в своем взгляде, он даже этого не понимает, он чувствует какое-то дыхание рядом, что он в этом взгляде не одинок, ответственности от этого не убывает, но одиночество побеждается, и тогда начинается подлинное творчество, началом которого мне очень хочется и верится видеть сегодняшний день. Господи, сойди в меня, как в ад, остальное только от фантазии. Мой состав исполнил безобразие, как они тебя сообразят. Господи, сойди в меня, как в ад, Господи, сойди в меня, как в ад, Я утратил правильное зрение, Знаемых отравленные тени, Растянулись до алдарных врат. Господи, сойди в меня, как в ад, Господи, сойди в меня, как в морг, Патанатом выйдя из-за боя, Собирает изнутри замок, Сам уже без четверти покойник, Господи, сойди в меня, как в морг, Господи, сойди в меня, как в морг, Ныне, отключая холодильник, признаю, что никогда не мог оживлять поставки частных клиник Господи, сойди в меня, как в морг Да спасутся невольные те невесомые данники смерти Что на светуя светлой мечте отошли от незыблемой тверди Я ли смел бы с тобой говорить о спасении, святое пространство Если б не бескорыстная прыть и не пятна в очах постоянства Как не выпиты болью сердца, я любуюсь сухими крылами Как пронзительно славят дворца полумертвые бабочки в раме Уберите пылинку с плеча и увидите в контуре бледном, как туман Побеждает свеча огоньком нездоровым и бедным